С другой стороны, там все те культурные ланджапты и природные возможности использованы были на 100%. В этом смысле вопрос, как оптимально совместить научную технологическую инфраструктуру с культурной и социальной, чтобы в итоге получилось что-то уникальное. Как вот эти достоинства сплавить, чтобы реально люди хотели ехать, работать, жить. Без чего инновационно-технологический кампус не взлетит, не получится. Я бы сказал таким образом, покажи мне твои университеты, и я скажу твое будущее. Когда я видел 25 лет тому назад состояние университетов здесь, вообще впечатление было довольно негативное, мягкое твое. Не столько людей, люди замечательные, но состояние здания, состояние функции, состояние всего этого, мне показалось очень опасным. И я с радостью вижу, что, несмотря на то, что есть проблемы бюджета, я не раз высказался против секрестра бюджета образования здесь, в России, со всеми высокопоставленными чиновниками, ситуация чуть-чуть улучшается. Может быть, количественно, может быть, некачественно, но это другой вопрос. Теперь, чтобы ответить на этот вопрос. Я считаю, что, прежде всего, университет должен оставить свою роль лидера в обществе. Не лидера просто в образовании, но и во всех аспектах. Это место, где традиционно у нас во Франции, это место, где была свободная речь. И я думаю, что сегодня, может быть, университет, в зависимости от страны, терял вот этого лидера. И дело в том, что надо восстановить в том числе, в виде образа. То есть, для меня, университет и кампус должно быть самое красивое место в городе. То есть, надо отдать университету самые красивые места. А если я правильно понимаю, была тенденция в последнее время отправить университет по разным причинам еще раз. То есть, студенты, как у этого, не помню, автор Шеварье, по-моему, француз, то есть, опасные классы, у студентов в том числе, надо ехать правильно. Это рекорд города, а то, что думал Де Горн, когда был 16-го года во Франции, надо отправить студентов в Арсенг, подальше от центра Парижа. Наоборот, я считаю, наоборот. И когда я смотрю, например, своих детей, вот, моя дочь учится в Майами, ну, там университет, там есть музей, там есть коллекция. Вот, понятно, что это другая страна, другого уровня богатства, другие системы налоговые, но, тем не менее, там внутри университета два музея, которые вообще там, богатая коллекция вообще. То есть, я не против, чтобы наши дети были уже в среде, где есть искусство, где есть вообще качество, где есть дизайн, где есть красота. Это первое. Второе. Второе. Оказывается, в Швейцарии, как я сказал, в ВПФЛ, экологический техник федерального зала. Почему? Потому что я считаю, что это инженерская школа, которая поближе от реальной жизни передовой промышленности. Это они вот запустили и участвовали в этот проект «Солнечные самолеты». То есть, я считаю, что по мере того, как развивается учёба, физика, математика на самом высоком уровне, они трогают какие-то вот конкретные примеры. То есть, у них уже идёт эта мечта фабрики. Ну, то, что вот Пирожков хочет делать в Миссисе или друг другу. То есть, они сталкиваются с жизнью, они сталкиваются с производством, они сталкиваются с новыми технологиями. Спасибо за внимание. Пока-п'MC, я возьмусь! ПОМВЕ Продолжение следует...